Во имя Отца и Сына Господа Духа, дорогие гости нашего храма, с праздником вас! Спаси Христос! На сегодня объединяет чудо, и именно чудо, сестра Тихо Божьей, Михаила, в Польше. Это чудо произошло в 4 веке, вблизи города Колоссы, который находится на территории современной Турции. Вот вблизи этого города был источник, который появился благодаря апостолам Христову, апостолу Барфалабею. И люди получали исцеление благодаря этому источнику. Рядом с этим источником был храм, построен в честь Аркадьела Михаила, Арктистантеха Божьей Михаила. И вот это чудо связано с одним человеком, с одним Панамарем. Панамарь — это тот человек, который первый приходит в храм, последний уходит из храма, тот, который носит свечи, разрегает хабила и так далее. И этот Панамарь под именем Арктип был очень благочестивым человеком. Благодаря ему многие пришли ко Христу. Но и были те люди, которые его ненавидели. Были те люди, которые желали им слов. И вот язычники задумали и сделать вот плохое дело. Они направили русло двух рек на храм и на этот животворящий источник. И преподобный архив, видя вот эту задумку, он стал усердно молиться о том, чтобы Аркадьел Михаил уберег его, уберег храм и источник. И в это время Аркадьел Михаил появляется, удаляя своим же злом, и появляются ущелья, в которые вот вся эта вода направляется. И таким образом источник Шристворящий и храм, они уцелели. И вот в честь этого чуда, воспоминания этого чуда, мы сегодня собрались за Богослови Господь. И вот перед всеми нами встает вопрос, что такое чудо для каждого из нас. Например, для святого апостола Ивановича Иоанна Богослова чудо – это знамение, это некий знак, который указывает на что-то высшее. Святой апостол Иоанн Богослов вкладывает глубокий смысл в чудо. Потому что люди по-разному относились к чудо. Мы знаем о том, как Господь Иисус Христос в городе Гадар исцелил бесноватого. Бесы вошли в свинья, свинья утопились в море. И вот люди, жители этого города были очень недовольны, были очень возмущены и прогнали Господа Иисуса Христа из их города. Они были недовольны, они не нашли сострадания в святой апостоле, сострадания по отношению к этому больному, который мучился этими бесами. Чудо для них ничего не означало. И мы, дорогие братья и сестры, призваны сегодня извлечь определенный урок, но призваны принять чудо как знамение, как некий знак. Итак, святой в нашей церкви, блаженный Августин, когда пришел к вере, но когда еще не был так крепким в вере, он молился Богу о том, что он дал ему силу. О том, чтобы Господь сотворил чудо. О том, чтобы он оставил все злые дела, которые его еще держали в своей власти. С одной стороны, он молился о том, чтобы Господь сотворил чудо, но с другой стороны, он молился так, вот такими странными словами. Господи, помоги мне, Господи, дай мне целомудрие, но не сейчас. Дай мне еще жить по своей воле против Твоей воли. Дай мне пожить еще вопреки Твоих крестных страданий и воскресенья. Я знаю, что Ты сотворил по отношению к людям. Я знаю Твою силу. Знаю силу Твоих учеников и апостолов. Я верю, что и Ты по отношению ко мне можешь сотворить чудо, можешь, что меня исцелил. Но с другой стороны, вот он молился вот такими странными словами. Господи, дай мне еще время пожить по своей воле против Твоей воли. И этими словами, каждый из нас в той или иной мире, наверное, молится. Но мы призваны найти в себе силы и идти до конца по святам Господа нашего Иисуса Христа и святых Его апостолов. Дорогие братья и сестры, пусть это чудо Архангела Михаила поможет нам увидеть свет веры и радость духовную. Спасибо Господи Вас. Спасибо. Спасибо.